Привет, друзья! Сегодня еще один баттл, ставшим в привычном формате. Сразится фаунтек Прометер 5 с Airpulse 80. На мой взгляд, это не совсем логичное сравнение, поскольку здесь у Airpulse меньше вуфер, то есть меньше низкочастотный динамик, то есть получается некая фора у Макса Дина по басам. Зато мы имеем возможность более чисто сравнить высокочастотный диапазон, отыгранный двумя ленточными динамиками производства того же фаунтек Электроникс. Если в родном фаунтеке в Прометер 5 используются самые слабые, самые дешевые, самые маленькие модель Neo CD 1.0, то в Airpulse и Филлоджон состоит, в общем-то, скажем, топовая модель, или близкая к топовому, это либо прототип Neo CD 3.5H, либо Neo CD 3.0. Это значительно более крутой высокочастотный динамик, и, соответственно, от него можно большего ожидать. Это уже реальное аудиофильское решение. Ну и, кроме того, основное, собственно, отличие этих двух моделей, кроме конструктора, конечно, стало быть, всего остального тоже, но, тем не менее, в явном виде мы видим отличие. Это пассивный кроссовер фаунтек Проматери, аудиофильский кроссовер, и усилитель аналоговый на микросхеме LM1876, меня правильно поправили в прошлом видео, и тороидальном трансформаторе, понижающем обычном блоке питания, то в Airpulse применен импульсный блок питания, и усилители класса D, на мой взгляд, довольно прогрессивные в этом формате, во всяком случае. И, конечно же, кроссовер, цифровой кроссовер, ну, скажем, процессорный кроссовер, основанный на процессоре, который невероятно точно готовит сигнал к подаче на динамике, на буфер и на твиттер тоже, то есть вылизывая его до такого состояния, когда динамик находится в оптимальной кондиции, то есть на него подается ни больше, ни меньше, чем он может отдать, и он благодарно это делает. Это идеальная вообще схема, получается такая, для динамиков, по крайней мере. А в случае ленточников это очень важно, это значительно важнее, чем для купленных динамиков традиционных, например, ленточник критично относится к составляющим низких, более низких частот, они вызывают перегрузку и искажение. Итак, вы видите, как оба динамика, оба, простите, обе модели колонок отыгрывают один и тот же материал, соответственно, белая кривая – это оригинал, синяя кривая – это фаунтек проматерь, и зеленый сигнал – это эйрпульс. Эйрпульс имеет 4,5 дюйма вуфер, то есть он здесь будет немножко терять, однако я еще вам покажу кривой импеданса, теряет ли он? Нет, теряет он по-любому, то есть ввиду того, что у него меньше диаметр, для достижения того же звукового давления на тех же частотах низких он должен совершать более длинный ход, соответственно, он будет менее скоростным, скажем так, чем фаунтек, находящийся в несколько превыгробном здесь положении, басовый диапазон. Но, однако, по кривой импеданса мы увидим, что там на самом деле творится. Тем не менее, вы видите, как они отыгрывают оба. Басовый диапазон, средние частоты, они играют кардинально разные, кардинально разные, вот вы на слух потом определите и напишите в комментариях, что вы считаете, кто как отыгрывает и как вам это больше нравится. Ну, причем вот в этом диапазоне, до, по крайней мере, 3 кГц, можно точно утверждать, что это работает низкочастотный динамик, то есть 4,5 дюйма более способны на музыкальное воспроизведение, скажем, Air Pulse или 5 дюймов фаунтек. Повыше уже работают твиттеры. Вы видите, как оба твиттера в сравнении с оригинальной кривой отыгрывают свой диапазон, тоже, кстати, немножко по-разному. Но здесь, кстати, возможно, граница у проматери повыше, поэтому можно сравнивать вот так, ну, от 4, скажем, 5 кГц точнее. Но, конечно, интерес представляет басовый диапазон. Вообще, Air Pulse, конечно, имеет много опций, которые недоступны здесь фаунтеку. Это и USB-вход, и High Resolution, не знаю, где вы будете брать контент, правда, возможности декодирования, и USB-вход, и Bluetooth, и тебе пульт лентяйка, и всё, что ты хочешь. То есть и выход на сау-буфер, кстати, между прочим, со своими 4,5 дюймами, если к нему подключить сау-буфер, сами понимаете, что будет очень вкусно. Ну, наверное, это на любителя, безусловно. У меня есть приятели, которые любят очень сухой такой звук, им вообще низкочастотный, самый басовый диапазон, который я лично ценю, им как бы не о чём. Ну, мне лично нравится, и многим людям нравится. Но в любом случае, система, когда ты её покупаешь, она должна предлагать все регистры для воспроизведения, а ты уже выбираешь, какая система, чей букет тебе придётся к двору. Ну, смотрите как. Что-то такое пошло там музыкальное с басом. И здесь обе системы себя проявляют. Ну, вы это увидите на музыкальном материале, будет у вас возможность сравнить при звучании это всё. За всем прощаюсь. Посмотрите кривые импедансы, настройку резонатора этих систем фазоинверторов, и послушайте, как они звучат, и пишите ваши отзывы. Пока. Что же касается кривых импедансов, давайте сравним и выясним настройки резонатора в обеих системах. Перед вами Fountech Prometer 5. Кривая импеданса с настройкой, на мой взгляд, приблизительно 62 Гц. Вот кривая импеданса Airpulse A80. У неё настройка примерно 56-57 Гц. Ну, давайте их сложим в одном графике, чтобы было вам удобнее видеть это всё. Вот такая вот ситуация. Действительно, A80 несколько ниже настроен, при том, что диаметр динамика у него меньше. Говорит ли это о том, что он копает глубже? Нет, не говорит. Как мы уже видели в обзоре, в батле, в сравнении моей неправильной колонки с другой системой, тоже Airpulse, то это, в общем, мало о чём говорит, кроме конструктивных особенностей системы. Однако, в способности системы играть более глубокий диапазон, конечно, это обозначение. Другое дело, востребованы ли это? Другой вопрос. Обе кривые импедансы перед вами. Настройки примерно одинаково выполнены, скажем так, на грани возможных для этих маленьких динамиков. Осталось сравнить на слух, послушать на моём старом наборе треков и сделать для себя выводы, какой из букетов вам больше понравится. Ещё раз напомню, это практически батл, ну, не только басового диапазона, конечно, но и твиттеров. То есть, более дорогой ВАИ-80 сражается с более дешёвым в фаунтек проматор. И, кроме того, биампинг ВАИ-80 сражается с классическим кроссовером, настроенным грамотным инженером, пассивным кроссовером, который пассивно делит полосы, не так чётко, как процессор ВАИ-80, поэтому, конечно, будет уступать. То есть, и дешевле твиттер, и кроссовер попроще, но кроссовер классический, аудиофильский, скажем так, против современного процессорного деления полос. Итак, поехали. Пишите в комментариях, что вы считаете по поводу этого батла, как вообще эти батлы вам нравятся, будем ли продолжать. Счастливо, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok